Краснодарский край и Республика Крым еще в 2015 году договорились о сотрудничестве. И сегодняшнее заседание в Сочи – это очередная встреча в рамках подписанного соглашения. На заседании комитетов по охране природы и экологии обсуждали контроль в области особо охраняемых природных территорий. Для курортных Крыма и Кубани этот вопрос особо важный. Таким же он является и для Сочи. Кстати, депутаты из Госсовета Крыма уже успели оценить главный курорт страны. Первое впечатление, которое здесь в течение вчерашнего дня у нас у всех сложилось, очень далеко продвинулся в плане экологии. То есть современно обустроены территории, парки, все прилегающие территории. Крым сегодня для нас является более историческим, исторически созданным. И парковая архитектура, которая сегодня есть, она имеет больше исторический наклон. А у вас все-таки более современный. Поэтому мы тоже хотим сегодня учиться тому, что вы делаете и внедрять у себя на территории. Обмен опытом законотворческой деятельности – одна из задач сотрудничества. Депутаты ЗСК рассказали, что в 2013 году в крае был принят закон, который теперь охраняет зеленые зоны, в том числе от застройки. За каждое вырубленное дерево положено высадить взамен сразу несколько. А количество парков и скверов увеличивается. Только в этом году в разных районах Кубани должно появиться 39 охраняемых природных территорий. Кстати, три новых сквера будет и в Сочи. Во-первых, мы соседи и два субъекта, которые очень схожи. Второй момент – это, конечно, есть необходимость федеральных изменений законов, федеральных инициатив. И, конечно, любой субъект, мы в том числе, мы их направляем. Не всегда они понятны для депутатов Госдумы, не всегда они понимают специфику региона. Но когда два субъекта, голос их, в общем-то, слышен больше. Сегодня конкретно подняли вопросы по лесному фонду. То есть валюшник, который находится в лесу, по законодательству нельзя пользоваться, его нельзя брать. А он наносит только вред на сегодняшний день тем, что его не убирают с леса. Такие же вопросы обсуждали сегодня по морям. То есть это гидротехнические сооружения, берегозащитные сооружения, полномочия, которые не предоставлены муниципалитетам и в регионы. Это федеральные полномочия. Я думаю, надо эти вопросы поднимать. По итогам совещания депутаты ЗАГС Собрания Кубани и Госсовета Крыма договорились укреплять сотрудничество в сфере сохранения особо охраняемых природных территорий. Также в ходе визита депутатов в Сочи запланированы экскурсии в нацпарк, горный кластер курорта и на знаменитые сочинские чайные плантации.